Париходя не радуйся, уходя не грусти, пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится. Здравствуйте, ребятки и девчатки, я категорически рад вас всех приветствовать на своем канале Жукову Равенек. С вами дядь Саш Великий Ужасный. Сейчас мы продолжим проходить четвертый эпизод игры The Long Dark. Я вам напоминаю, что, скорее всего, и я уже весь эпизод прошел, он записан, уложен в специальный плейлист, ссылка на него есть и в описании данного видео, и в первом комментарии под видео, так что можете посмотреть весь эпизод, я выпущу его в доступ прям до 6 октября 2021 года, после 8 вечера по московскому времени будут выходить там буквально с разницей в 2-3 минутки публиковаться видосы. Или там с разницей в 5 минут, я не помню, как там сейчас на ютубе, по-моему, можно сейчас с разницей в 5 минут. В общем, все они один за другим выйдут. Ну что, мы собирались сейчас проверить, будет ли лось бояться самопальной бомбы. Как я их там называл? Я их как-то называл и уже забыл, как я их называл, но это у меня бывает. Может быть, вспомню, а может быть и нет. Так, Ватсон, заводите КАМАЗ, поехали смотреть, боится ли лось самодельных бомб. Вот блин же я ж такой, я ж придумал какое-то название этим бомбам и забыл уже. Так, ладно, а это что у меня тут написано? Так я вроде все изучил. Тайники осужденного, а, тайники осужденного. Так, а это что такое? Записка, я что, не читал эту записку? Давай почитаем. Даже если вы выбрались сюда, впереди ищут долгий путь, но я помогу ищить по пути эти припасы. А, это записка про припасы. Ага, спасибо тебе, гражданин осужденный. Так, бомба, она в этих, так, а, халопушка, во, халопушка, я ее так и называл, она называется халопушка. Вот видишь, автоматически твой тупой мозг сработал и придумал название халопушка. О, кстати, так, зажечь халопушка. Поджигаем халопушку. Так, бросить. Чего? Погоди. Что-то я не понял, как халопушка работает. Она что, в руках у меня взорвалась? Или как ее надо было бросать? Что-то я не понял. Так, ну-ка, давай-ка еще раз. Давай-ка еще раз. Что-то какая-то лажа произошла. Давай разбираться, как халопушка работает. Что-то как-то мне понравилось, как халопушка работает. Так, ну смотри. Я ее зажигаю. И она горит какое-то время. А, вон, запал. И потом она взрывается. Ах, вон оно что. Вон оно. Можно вот так загрузить игру по-быстрому. Вон, я не обратил внимания на запал. Извините, затупил. На запал внимания не обратил. Надо же обратить внимание на запал. А от тайников аж 4 штуки. Надо обращать внимание на запал. Он быстро горит, так что не спеши, дядя Саша. Зажигать. Ладно, значит зажигать надо. Слушай, а при зажигании вообще спички расходуются или как? То есть запал-то короткий. Че, как? Лось пропал? Да вы че? Как пропал? Он же должен был быть. На ком я сейчас испытывать буду? Вы че? Ну погоди, давай постоим. Он иногда появляется. Как пропал? Лось же был. Да твою ж мать, он пропал, а? Вот гребаные баги. Так, а если перезайти в игру? Наверное, надо перезайти в игру. Ну, взял, но лось пропала. Ну что ж такое? Я сейчас паузу нажму, перезайду. Так, ну что, лось на месте? О, другое дело. Перезашел в игру полностью. Не, ему пофигу, он не боится. Ой, ща бить будет. Ой, ща бить будет. Ай, бьет уже. Так, я вас понял. Не, нам это не катит, мы перезаходим. Да, действительно, какой же я слепой. Там и индикатор запала есть, а я его не заметил. Так, а если в лося попасть халопушкой? Иди сюда, лось. Давай мы тебя заманим. Там же есть индикатор запала. А я что-то не обратил внимания никакого на это индикатор запала. Ну ты сюда тоже, что ли, забегать будешь или как? Что, прям сюда забегать? Ух ты, нихрин, а себе! О-о-о-о! Да-да-да! Понял. Так, еще одну попытку, и, пожалуй, можно будет забить на все это. Так, ну что я могу сказать? Терки с лосем пока как-то идут неудачно. Ну, по-моему, он не боится, нифига, этих халопушек. Они ему пофигу, на него они не рассчитывают. Но мы его сейчас еще раз заманим. Кинем ему прям под ноги. Давай, бегом на меня. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Я очередь пока займу. Я не знаю, конечно, я успею ли эту халопушку кинуть. Так, давай, забегай. Где ты? Где ты? Забегай сюда, брат. Так, брат, вот он. О, брат убежал, короче. Брат, ты мне или не брат? Можно, конечно, прямо бросить. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, убежал. А вон, по-моему, и тачка, которая мне нужна, да? Да, это вроде она. Это вроде она. Да машина успеет добежать? Ну, не знаю, может, успеешь. Успел. Так, лось. Вот он, лось убежал. Так. Так. Ты шо, лось? Мы не оставим попытки подбросить тебе к лимбинг-ареа? Так. О, а вот это, по-моему, тот самый рюкзачок с припасами. Спички. А припасы где? А, дальше уволокли. По следу по кровавому надо идти. Волки уволокли. Ладно, мы сейчас, короче, подожгем. Подожгем. Вот запал горит, видишь? Да, вижу. Вот сюда вот кидаем. Он не боится, короче. Все, сейчас заново перезагружу. Лося больше беспокоить не буду. Пойдем уже заниматься по делу. Ласю пофигу на эти халопушки. Короче, поливать он хотел на эти дурацкие халопушки. Его этим не удивишь. Мне, говорит, пофигу вообще твои. Саня, пофиг твои халопушки. Так, значится тогда что? Тогда ружье с тремя патронами. Ну, пусть себе стоит. Мы тогда обойдем. Пошли к этим пикапам. Топор я вроде взял. Все взял. Так, а тут вот волк твою за ногу, да? Минус один волк. Патронов маловато, чтобы минусить их сильно. Так, они тут кого-то грызли. А, просто четвером стояли тут. Хо-хо-хо-хо. Ребят, да вы никак с ума сошли. Четвером на одного. Тут вон лось мимо бежит. Лось, пугай его. Так. Лось-то пугает его, но вот этого он не пугает. Я, конечно, мог бы халопушку применить. Но халопушки применять это слишком скучно. Так, ну три патрона. Так, а где эти пикап-то были? Они в другой стороне. Да, они по дороге. Еще на карте это они. Так, на карте, ну вроде как да, что ли, я не знаю. А может и не они. Так, надо теперь внимательно следить, что там Маккензи базарит. Патронов у меня больше нету. Ну, я могу факелы использовать. А, факел, надо было взять тебе еще факелов. Чего ты не взял-то? Могу драться топором попробовать. Да, можем топором попробовать подраться. Поглядеть, что он будет. Вот а сохраниться надо где-то около машин. Чтоб заново весь этот путь не проделать. Можно топором с волком подраться. Ради эксперимента поглядеть, как много он съест. Так, вот две машины, да. Здесь должны быть эти предположительно... Припасы. Так, F5 сохранимся. Так, тачки обыщем сейчас. А, в эту... А, нет, можно сесть. Я хотел сказать, в эту тачку не сесть. Так, здесь у нас рукавички. Здесь у нас нифига. Открываем козарьки. Под козарьками нифига. Вылезаем. Открываем капот. Аккумулятор вытаскиваем. Ну, на аккумулятор нам не нужен. Но мы все равно откроем. Так, тут вроде ничего... В кузове вроде ничего не спрятано. Факельная ракета. Красный факел. Спасибо, конечно. Но можно теперь волков попрогонять этими факелами красными. Да, можно. Давай мы его приготовим. Я думаю, факелов еще будет много. Так. Что карта говорит? Карта говорит, что ты не дошел, да? А рюкзак я где видел? С тела снятый. А, вот он он. Что он говорит? Похоже, кто-то здесь был. А, вон он что говорит, что похоже, кто-то здесь был. Ну, я так понимаю, надо следовать по кровавому следу. Следуй по кровавому следу. Ну, я следую по кровавому следу. Так, алендур заваленный. Сейчас, прикинь, на каком-нибудь медведя она рвалась. Вон там волков вижу много. Да, волков вижу много. Опять кровавый след. Так, волки, волки, волки. Так, волков тут реально много. Стрелять их, конечно, заколебешься. Сейчас будем пробовать рубить их. Можно, конечно, прогонять. Но я ради эксперимента порублю. Ну, так, чисто ради эксперимента. Топориком его. На! 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 Долго дерется. КПшку собрал. Так, ничего. Так, второго. От второго могу отбиться? Давай попробуем отобьемся от второго. Ну, там еще третий и четвертый будет. Вот от третьего и четвертого ты точно не отобьешься. Я не знаю вообще, есть ли смысл снижать их популяцию. Да? Есть ли смысл? Скорее всего, не отобьюсь еще от одного. Тем более, там второй на очереди, да? Да. Там еще один на очереди. Ладно. Тогда красный факел. Тогда красный факел. Будем так сказать. А! Мимо! Ой, в меня уперся! Слушай, надо кидать в них попробовать. В меня, дурачок, уперся. Просто драться ты сейчас всю одежду свою испоганишь. Ну да. Ну видишь, тут типа волки мешают. Их типа много. Вон типа еще один. Не, я, конечно, могу в него бомбу кинуть попробовать. Как она его испугает поглядеть. А вдруг она его убьет? Ну, мне кажется, нет. Она же только пугает хлопушку. Она же из меня только... Она и минета только ожог причиняет. Так. О, я где-то прямо на месте. Где-то тут что-то у нас. Вон трос. А что, наверх надо лезть, что ли? О, походу придется лезть наверх, что ли. Ну, трос не зря здесь, наверное. А пещера рядом есть? Хотелось бы рядом пещеру. Блин, спальник нужен? Я без спальника далеко не уйду. И вообще, драться с волками, конечно, они же одежду мне будут портить. Так, это у нас что такое? Не знаю. Давай глянем. Это просто тупичок, да? Да. Это просто тупичок. Ну, можно попробовать холопушку на волке. На лосе мы ее попробовали. Поняли, что им как бы пофиг. Так, а почему же у меня... А, вон пещера есть. А, ну, наверное... Слушай, наверное, там в пещере, да. Ну, можно потом и по трассу будет сгонять, узнать, что там интересно сейчас в пещере. О, кстати, мох давай соберем. Слушай, о, волк жрет у чувака. Волк жрет у чувака. Попробуем в него кинуть. Его это не впечатлило. Ну, значит, будем драться. А, не впечатлило. Волк попался впечатлительный. Он испугался. Вообще думал, что кидаться будет на меня, но он испугался. Да, волков они здесь, конечно, много напихали. Чтобы они нам, так сказать, доставляли. Неудобство. Ну, мы ж люди... Нашатырные. Так, вот она, аптечка единственная неповторимая. О-о-о, нифига себе! Какая красота! Медикаменты тюремного лазарета. Вот это красота! И вечно у них какие-то морфины. Не, мы не будем возвращаться. Мы сейчас в тайнике осужденного запросто так будем искать. Здесь подстилка есть. Очень хорошо. Я думал, что это уголь. В подстилке мы можем поспать. Но нам, скорее всего, будет холодно. Пещера Кати! Катюх, твоя, что ли, пещера? Ноль. Блин, ну это, наверное, надо костер разводить. Пещера Катюхи, короче, говорит, да? Так, а, еще шипомик. Так, дровишки, дровишки, дровишки. Пещера Катти, Катти. Слушай, у меня есть топор. Топор, туда пойдем, там волки опять будут. Да, будут. Давай еще раз в него попробуем кинуть. Ой, не долетел. А, не долетел. Нормально, испугался. Испугался, дрышара. Ну, короче, ну вот мне кажется... Я просто в выживании уже давно волков факелы не кидаю. Я как-то стесняюсь. Мне кажется, они здесь в сюжете сильнее боятся брошенного факела. Может быть, конечно, мне это катся. В выживании как-то вот промахнешься чуть-чуть, и тебе тут же прилетает от волка. А это, конечно, какие-то секундяи, я вам так скажу. Секундяи, а не волки. Уровень разведения огня здесь номер 3, судя по успеху. Судя по 95 процентам... Ой, извиняюсь, я тут... Пауза. Я тут паузу включил. Да я тут чай пил и... Микрофон чуть в чай не это... Не испоганил чая микрофон. Вот начал его протирать, шуметь, решил выключить. А то там, наверное, звуки не очень приятные происходят в этот момент. Так, ну 5 часов мы можем поспать, да? Так, по одежде давай глянем, что там у нас по одежде. Сильно нам ее порвали, когда мы дрались. Так, рукавички я нашел. Они будут чуть теплее. Их давай отремонтируем и напялим вместо тех. Так, ну поспим, короче. А там посмотрим. Так, эти 0,4. Эти 0,2. Ну, они сейчас отогреются. Вот то греться произойдет, они будут потеплее. Так, а чай зеленого у нас с тобой нема, да? Нема у нас. Чайку зеленого, чтобы отхилиться. Ладно. Ну, давайте тогда просто пожрем и просто поспим. И потом пойдем искать... Так, а это что у меня тут опять светится? Какие мне тут опять задания дали? А, вернитесь, черный камень. Да, это я понял. А тут что такое? А, медикаменты для тюлемного... Для тюлемного... Для тюлемного ладолета! Ну, я понял. Ампулы с морфином и нексионными антибиотиками. Странные у вас вообще медикаменты. Морфин и антибиотик. Что за смесь такая? Я не знаю. Слушай, а тут точно в пещере больше ничего нет? Что за смесь такая античеловеческая? Морфин и медикаменты. 4 часа горит, но я 4 часа посплю. Так, теперь пойдем по тросу наверх. Мне интересно, что там есть. Только предварительно надо, наверное, себе чуть-чуть приготовить этого. Что приготовить? Ну, не знаю, там кофейку, что ли. Так, а банок у меня больше нету. А, нет, есть еще одна. Тогда давай в эту банку просто в воду поставим. Костер, блин, 20 минут. Уголь давайте пожертвую последний. Хрен с тобой. Давай кофейку наготовим. Сейчас по тросу будем коряпкаться. Коряпкаться при помощи кофейку. А, вода кончилась. Я вас понял. Вода кончилась. Тогда приготовим вот эту вот баночку. Банки нам теперь нужны. Теперь, наконец-то, банкам достойное применение. Халопушки делать. Слушай, ну я надеюсь, что на поджигание халопушки не требуется, не требуется спичка. Понимаешь, да? Угу. Потому что если требуется спичка, то как бы на незваном госте тема не очень. Юзать такие халопушки. Ладно. Сейчас полезем наверх. Забираем факелы. Лезем наверх. Там осматриваемся. Что там такое интересное? Там что-то может быть интересное. А может быть, там ни хрена нет интересного. Слушай, ну так или иначе спичек я уже набрать успел. Да. Много. Если много-много-много. Если много-много спичек. Наберешь ты, дядя Саша. То тебе, наверное, будет хорошо. Не знаю. Я не знаю. Может, вообще сейчас по этому тросику поднимешься. А там ничего интересного не будет. Он типа для того, чтобы... Ну, может, от волков спрятаться. Слушай, метель начинается. Да, это не нихтезергуд. Теперь как-то надо найти дорогу, кстати, в тюрьму Черный Камень. Потому что, как мы помним, я там что-то падал. Откуда-то. Не очень. А, ну по дороге можно пойти. Машины-то по дороге ехали. Ну да. Точно. Тут же дорога есть. Что ее искать? Машины-то по дороге ехали. Они же не могли как-то и соскал сегать. Не, они не могли. Ну, хотя как не могли? Могли, но только в одну сторону они могли сегать. Туда и все, так сказать. Так, тут ничего интересного. Слушай, по-моему, там вот какая-то нычка или нет? Нет, по-моему, там нычки никакой нет. Что карта наша показывает? А где эти припасы? А, ну вон они тут по всей стороне. Ну вот какой-то приказ. Приказ. Вот в эту сторону если пойти, то там будет приказ. Да? Но правда, что еще будет на пути к этому приказу, я не знаю. Ой, слушай, наверное, давай мы с тобой сохранимся, да? Ну давай, да. Вот, и пойдем в сторону приказа. Давай бомбу приготовим для волков. Поглядим, как они, шибко они ее пугаются или не шибко. Так, ну прям приказ где-то рядом, да? Ну что ж, изучаем, как говорится, локацию. Так, это олень. Ну, я думаю, оленя бомбой не проймешь. Так, там машина какая-то опять стоит. Опять какая-то дорога. Да? Да, какая-то дорога присутствует. И волк идет к дороге. Два. О, здесь лесные чувачки. Здесь лесные чувачки. Их много. Там что, медведь? Или мне показалось? Так, лесные чувачки. Что, ссыканули, да? Еще есть желающие? Убежали так неплохо. Меня аж оглушило. Необходим, говорит, гвоздодер. Ну что, прогонять их будем дальше? Да, будем. И бомбы вообще можно чисто под себя кидать. Они нормально боятся. Они нормально боятся этих бомбочек. Так, что тут у нас? Перчатки. Что-то я хотел как бы немного, не это. А это... Нет, я не дошел чуть-чуть. Тут просто кордон волчий был. Слушай, ну на этом мои бомбы кончатся, да. Потом только синий факел у меня где-то еще один есть. Да, страшно, да? Мне тоже страшно. Так, все, волков прогнал. Но это их первый раз прогнал. Они же могут вернуться. Да, а где же эти припасы? Так, припасы где-то вот тут наверху. Или я хз? Не, вы давайте больше на меня не нападайте. Мы так не договаривались. Слушай, там опа-на, там какие-то домики. Так, а где же припасы? Так, припас, припас. Где-то вот тут они. Где-то вот тут. К тем бы домиком не прорваться. И там бы отлежаться немножечко бы, да. Так, припасы. Вот, Маккензи, ты всем хорош. Кроме своего вот этого кряхчения бесконечного. Так, припас, 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 припас. Ну это, я так понимаю, коробочка тайниковая. Но показывает, что где-то я рядом нахожусь. Теперь надо просто его найти. Он может быть за деревом. Он может быть где угодно, да, Ватсон? Да, вот за деревом. Нашел, говорит Маккензи. Ракета, сироп, патроны. Пять штук. Шприц первой помощи, ракета. Ну, неплохо. Неплохо. Неплохо для человека. Пойдет на первый раз. Так, хорошо. А где же сигнальный-то пистолет? Ну, там вот я какие-то сейчас... Погоди, вон там что-то на вершине лежит. Это что, это просто дрова? Что-то я там на вершине такой интересный. У лицезрел. Да, костер тут. Это не просто дрова. Ты действительно лицезрел. Так, нож. Костер. Так. Я домики видал. Где они? Вон там, он внизу, да? Так, вон там. В Ульфе. Ох, конечно, сигнализация. Он бегает. Волчь охранная сигнализация. Так, откуда я сюда поднялся? А по следам иди. Я просто... Так, ну вот, дорога. Правильно, вроде отсюда ты поднялся. Вот там какие-то домики, да? Вот пошли в эти домики. А, домики прямо были по курсу. А что это вообще такое у нас прямо по курсу? Ну, хз, тут не помечено. А, ну, наверное, помечается, ну, конечно, когда найдешь. Так, что, возьмем, наверное, себе синий факел. Бомб у меня больше пока нету. Да. Волкам так. Ух ты. Домики. На загадочное озеро похоже, да? О, он жрет кого-то там. Кролика жрет. Испугался, убежал, кролика бросил. Напугал, бедолагу, тот рванул. Так, что, кролика будем с собой брать? Да я даже не знаю, он нам нужен. Вот, Тимофеевки давай наберем. Насчет кролика, кролика. Ну, давай возьмем кролика. Эх, кролик вон лежит, бедный, несчастный. Со мной пойдешь. О, опять лось. Фига себе тут лосей. Нормально вообще, еще один лось. Ну, это же не тот же самый лось. Да нет, наверное, другой лось. А что лосей столько много? Вообще капец, лосей, глядь, сколько. Кролика ест. Волк кролика ест. Вот это у него прицел сбитый, да? Вы видали? Не, ну погоди. Ну, что значит? Ты же должен его мне отдать. Вот другое дело. Так, лось еще один. Хм, забавно, забавно. Слушай, а что это за домик такой с причалом? Сейчас мы по-любому как-то он должен отметиться. Я, конечно, понимаю, это не пещера Кетти, но что-то тоже такое забавное. У меня, в принципе, есть пять патронов. Интересно, в этом доме печура имеется? Имеется ли печура в этом доме? Сейчас мы на этот вопрос с тобой... О-о-о! А-а, я понял. Ха-ха-ха. Все понял, вы пока еще в испуге. На вас... Не чувствую руки. Да, на вас уж пока бомбы действуют. Так, вообще надо где-то сохраниться здесь. Убежище каменщика. Ха-ха-ха. Который без зарплаты. Нифига себе. Каменщик беззарплатный. Я нашел его убежище. Ух ты. О-о, спальник, лук, стрелы. Красота какая. Так, спички. Класс, 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 класс. Ватсон дает... О, армейские штаны. Строительные с черного камня. Часть третья. Так, часть третья. Слушай, очень похоже на хижину альпиниста Гаврила. Блин, класс. Вообще, хочу эту локацию выживания. Ватсон, я хочу эту локацию. Да вы бы спрячься этот камень. Выживание. Гля, какой вообще классный домик. О, наконечник. У него, конечно... Я не понял. Что значит открыть дверь? В пол, что ли? Мда. Дверь в пол можно открыть. Так, топор. Сейчас выберем, какой у нас лучше. Открыть дверь в пол. Так, ну здесь нет верстака. Да, дом классный, но верстака нету. Открыть дверь в пол. Так, куртка дровосека вон валяется. Так, инструменты мне дали. Куртка дровосека. Дверь в пол. Это, конечно, зашибись. Не в пол, а вообще. Ну да, это очень похоже на хижину альпиниста. Окошко такое же. Только дырк. Дырк. А, дырк тоже есть. Слушай. Прямо похоже на хижину альпиниста Гаврилова. Но это только кто там? Убежище каменщика. Так, давай внимательно посмотрим. Что тут около этого убежища? Каменщик. Как, как, как. А, верстак на улице. Да красота ж какая. И верстак тут есть. Сухая береза, уголь. Так, верстак на улице. Ну, а в доме есть печка, да. Если же зажечь верстак, то до печки, возможно, будет добивать. Возможно, нет. Так, ну мы можем бомб себе наделать. Уже сумерки. Да все, все. Сейчас мы с тобой тут нарядимся. Нет, там все бормочет что-то там о своем. Так, сейчас мы с тобой. Она 0,5 дает. А жилет? Не, жилет теплее. Поэтому, да, куртку дровосектанта напеливаем. Так. Так, штаны армейские напяливаем. Потом починим. Так, рукавички надо было порвать. Так, слушай, слушай, слушай. Погоди, погребили. Здесь же тепло. Да, давай кроликов. Какая здесь температура? Плюс 5. Давай кроликов разберем. Бросим. Бросим кроликов. Так, топором 56 минут. Нож... А, я же нож самодельный подобрал. Так, ну давай, ножом самодельного. Залутаем. Мясо пока бросим. Надо будет разобраться с этими. Так, а зачем тебе кишки? Да я не знаю, пускай сохнут. Пускай сохнут. Я, может, из них удочку там сделаю. Так, стрел себе надо сделать. У меня же лук есть. Теперь можно лу... Да, ну кролик почти сожрал этот... Этот гад. Этот гад-то чмок кощей. Нахватал себе кролов. Волк почти сожрал-то кролика. О, там метелька. Может стать холодным. Может. Мясо бросим на улице. Дверь-то, по идее, я не знаю. Может, она планируется, чтобы она стояла. Может, она в выживании будет установлена. Ну, короче, я не знаю, что он там будет делать. А тут она у нас лежит. Так, температура у меня минус один. Но в кровати будет тепло. Это первое. Второе. Я могу попробовать чуть-чуть что-нибудь починить, чтобы выйти в плюсовую часть. Так, допустим, штаны армейские. Если, конечно, скажут, что светло. Нет, темно, говорит, не можете ремонтировать в темноте. А, придется все-таки костер тебе разводить, Александр. Александр, Александр, разводите вы костерчик. Ну, ладно, разводим. Значит, будем разводить костерчик. Ну, и после костерчика можно, кстати, починкой заниматься. Костерчик-то нам дает цветовой эффект. Да ладно, разгорится 95%. И мне кажется, как-то в сюжете это дело, оно по это... Попроще к этому отношению. Больше шанс разжечь. Мне что-то так каться. Так, давай факел. У нас там есть с тобой факела ненужные? Факалы. Вот этот факел. Давай топор разберем и сожгем. А топор можно все разобрать? По-моему, да, можно. Вот этот топор. Действия собрать. Дрова аж получу. Правда, час целый буду. Ну, ладно, зато дололом. Зато дрова еловые получу. В печку кинем. Не, надо, наверное, спать, Александр. А, Александр, Александр, давайте-ка лучше спать. Хорошо, давайте. Давайте, 7 часов, говорит, спать можно. Так, пороха у меня дофига. Котелка я пока не нашел. С водой проблемы. Да? Да. Ну, давай быстренько воды. Слушай, ты что-то все можешь перерубить? Ну, могу, но пока в этом нет такой уж прямо-таки жесткой необходимости все это зарубить. Так что рубить пока не будем. Так, это забираем. Так, да ты там не стани, тяжело тебе. Камин 7 часов. Вот давай, 7 часов мы с тобой поспим. Калорий нам хватает. Более чем. Камин, вероятно, погаснет сейчас. Он же горит не как внутри. Хотя, хаз... Не, ну это как помещение считается тут же. Сохнут шкуры. Да, шкуры сохнут. Два часа ему осталось. Так, где-то тут мясо было. Давай мы его просушим. Точнее, просушим, да. Мясо просушим. Внимание, Ватсон. Александр сушит мясо. А я гляжу, погодка здесь часто. Это, ну скажем так, напрягает. Да, напрягает часто. Так, Александр, я вам предлагаю зарубить дрова пока себе на носу. Вот, тут же есть что зарубить. Давайте зарубим стул сначала. За час мы его зарубим. Там как раз солнце чуть-чуть подвыползет. Мы давайте сюда положим древесинку. Так, теперь давайте зарубим полку. Так, сытость получили мы с вами. Александр, я вас поздравляю. Я вас категорически поздравляю с сытостью. Видите, бонус сытость. Ну что ж, прекрасно. Делаем скрин. Красивый такой вот чик. Еще один. Чик. Так, все. Теперь разбираемся с крафтом. Нет, сначала мы разбираемся. Давайте это, сожрем вот эту фигню. Надо лося минусануть. Так, что там он говорит-то? Я еще записку нашел. А. Ничто не удерживает заключенных тюрьмы черный камень лучше, чем ее окрестности. Изрезанная врагами долина одним своим видом отбивает мысли о побеге. Прежде чем был заложен первый камень тюрьмы, золотодобычки старались сюда, чтобы попытать удачу в тени горы. Черный камень, многие погибли. А, короче, здесь золото пытались. Тем не менее, ходят слухи, что ручьи в реке окружающие по-прежнему несут золото даже зимой. В общем, здесь занимались золотодобычей. Так, золотодобыча. Ставим воду, идем к верстаку, Александр. И делаем с тобой из борозы. Мы проверим, у верстака, наверное, тепло будет. Да, добивает! Фух, капец. В незваном госе так бы не добило. Не, не добило бы. Так, древко, давай, струганем. Теперь пойдем воду заберем. Да? Да. Пошли в воду заберем. Она еще не выкипела. Нет, до полного парень 21 минута. Так. Что у нас по луку? Лук 86%. Две стрелы, один наконечник. Можно сделать третий, да? А, погоди, вот еще стрела поломана. Это две стрелы я могу сейчас сделать. Будет четыре. Не знаю, стрелы на кого лучше использовать, чтобы стрелять? Стрелы на кого использовать? Это трудно сказать, на кого их... Трудно было что-то разобрать на утоптанном снегу. Что там тебе сколько гореть? Четыре часа. Так, на кого же? Да на лося давай поохотимся. Струментик. Блин, час двенадцать. За час двенадцать вода выкипит. Тогда древкой сделаем еще одно. И пойдем воду заберем. За час двенадцать точно выкипит. Тут даже вопросов. Тут даже вопросов никаких возникнуть не должно. За час двенадцать оно нахрен выкипит. Так, четыре часа. Давай сделаем с тобой пару бомб. Так, пару бомб. Бомба-бомба. Точнее, халопушка. Ткани маловато, чтобы вот эти халопушки тебе делать, да? Ну давай две халопушки. Еще одна халопушка. Давай сделаем пару стрел. Там к тому моменту просто сейчас погаснет нахрен печка. Мне бы еще одежду свою долутать. Долутать. Нет, не долутать. Не надо ее лутать. Так, есть подозрение, что вы здесь на ночь можете задержаться, да? Да, есть такое подозрение. О, погода какая прекрасная. Какая прекрасная погода. Так, час двадцать два. Ставим воду. Так, одеждой займемся. Штанами красноармейскими. И мы их двадцать пять минут будем чинить. Это нас вполне устраивает. Так, штаны готовы. Ага, материальски кончились. Ничего страшного. Мы сейчас это дело подкорректируем. Мы сейчас порвем. У меня там есть что порвать. Да, смотри, у меня это по ткани. А потому что для бомб тоже тканя нужна. Да-да-да, для бомб тоже нужна тканя. Тканя! Так. Вот это собрать. Джинсы могу собрать. Так, там вода, наверное, выкипает. Джинсы могу собрать. Джинсы, Гриш. Да закипание двенадцать минут. Джинсы, джинсы. Ты их долго рвать будешь, да? Двадцать пять минут. А, нет. А-а-а! Какой ремонт! Какой ремонт! Ремонт. Никаких, понимаешь ли, ремонтов. Нафиг. Ремонт. Собрать их. Ремонт. Так, ну вот, короче, мы с тобой остались без дров. Но пока тепло, конечно, будет. Так, это тоже собрать. Нечего лишнее носить. В принципе, если сейчас подчинюсь, подчинюсь, то, возможно, то я здесь просижу. Возможно, просидишь. Возможно, хренушки. Так. Куртку дровосектанта надо чинить. В обязательном порядке. Сейчас мы кофейку хлебнем. Кофеек не горе, почему бы не хлебнуть? Так, и чиним куртку дровосектанта. А то, глянь, она 22%. А она новая, это хорошо. У нас греть будет. Если, конечно, не будет. Не удалось сейчас-то. Так, 61%. Что-нибудь еще есть такое сильно пострадавшее, что желательно шляпу? Вот, да, волки нормально так грызть будут в мозг. Давай шляпу починим. А на куртку надо два куска. По-моему, на куртку мне уже не хватит. Хотя с этой... Ну, давайте схитрим. Давайте сделаем F5. Вот, и если куртка не получится починить, то мы перезайдем в игру. Это, конечно, не совсем по-честному. Это прям вообще не по-честному. Но у нас же есть такой механизм. Почему бы нам им не пользоваться? Ткани кончились? Вообще кончились ткани. Тканей больше у тебя, шурика, нету. Давай все перетрем, оно будет полегче. Все полегче будет, если перетереть. Ну и здесь придется ночью сидеть. Не знаю, получится у тебя без разведения огня. Или не получится. Вот этого я тебе сказать не могу. Сейчас-то пока лютой метели нету, ты ощущаешь плюс 8. Ну, можно выйти, пока еще не совсем темно, чего-нибудь там рубануть какую-нибудь ветку. На крайний, так сказать, холод на ночь. А то... А сейчас возьмет, как дождь в... То есть какой дождь? Ага, дождь! Как метелька зарядит. А она, конечно, может зарядить. Слушай, а у меня крафт кроличьих рукавиц открыт, не открыт? Что там у меня вообще по крафту? А-а-а, открыт, да? Да. Ну, пока маловато кроликов. Ну, ладно, пусть сохнут. Так, Шурик, что мы тут с тобой поблизости можем рубануть? Лой стоит никуда, не уходит. Он, по-моему, тут вечный. Скорее всего, да. Это как усложнение мне жизни. Вот эти вот лоси, я так подозреваю. Наверное, в этом плане они тут присутствуют. В плане усложнения моей жизни. Так, ну это ты ветку сломал. Да? Она маленькая. Вон, какие еловые. Если, конечно, меня лось не заметит. А если заметит? А если заметит, у нас будут с тобой проблемы. Да не, вроде пока не видит. Я, конечно, замерзнуща, капец как. Температура какая? Минус 12. А, ну, в принципе, не очень сильно. Ну, замерзну, да. Ничего, отогреемся. Вот то греться сейчас будем делать. Так, в общем, есть небольшой запас по дровам. Если будет сильно холодно, то я смогу пережить. Так, все. Че он показывает здесь? Здесь показывает плюс 8. Ну, я предлагаю перед сном сохраниться. Да и спать 10 часов. Если замерзну, то... Это же выживание. Тут помирать-то не страшно. Тут можно вернуть свой прогресс. Значит, сохраняемся. F5. Все, нафиг. На 10 часиков. Давай мы с тобой в сон. Замерзнешь и хрен с тобой. Не жалко. Может, конечно, и ласты склеить, да, от холодной ночью. Сейчас метель как начнется. Он как ласты склеит. Не склеил пока. Видишь? Видишь, отказался ласты клеить. Так, а че мы с тобой так много весим-то? Вот не скажешь. Да ружье, потому что, Шурик, ружье. Ну, металлолом 2 штуки. Кож сухой куча. А че и делать, не знаю. Не, кожу давай выкинем половину. Это точно. Так, пороху дофига. Ну, динамита я себе 2 штуки сделал. Ну, порох он там весит-то по 100 грамм. Ну, да, согласны. Так, согласен. Так, камень один нужно бросить. Одного хватит. Так, ну че что? Там пока холодно. Актуальное задание таска черного камня. Верните в черный камень. Да ща вернемся мы в твой черный камень. Не гони. Не гони, вернемся. Так. Нам бы ткани, да? Так, тут же можно спать бесконечно. Это же сюжетка! Я же все забываю, что в сюжетке можно бесконечно спать. Че, пойдем лося мучить? Ну, знаешь, 4 стрелы может не хватить на лося. Да. Но в лосе есть один офигенный плюс. Знаете, какой в лосе офигенный плюс? А вот скажите, какой в лосе офигенный плюс? Не, ну кроме того, что он багами иногда исчезает. Да, есть такие баги, он исчезает. Плюс заключается в том, что лось, он далеко не убежит. И стрелы свои вы найдете. Если, конечно, в результате бага, он не пропадет во время метели. Тогда он вместе со стрелами пропадет. Так. Че там у нас? Ружье почти заряжено. В нем 8 патронов. Но мы сейчас возьмем лук и будем полосю палить из лука. Он мне, конечно, так-то по идее нафиг не нужен. Но с другой стороны, если я себе его шкуру добуду, то я себе сделаю сумку. Так, как бы нам так с тобой... Так, а тут у нас ничего нету. Как бы нам его сагрить на себя. Лось! Ого! 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 Ни хрена себе! Ни хрена себе! Не удалось! Эх, надо было же сохранить с утра у Шурик. Да, а теперь перелом. Не, перелом нам не катит. Перезаходи. А что это вообще было за дробь вот эта вот барабанная? Что это такое вообще было? Это новые баги от лося. Так, ладно, перезаходи. Так, ну начинаем мы вот с этого места. Спим один из часиков. Надо будет перед дракой с лосем сохраниться, да? Классная была лосиная дробь, да? Неплохая такая. Чечёточка. Он на месте решил потанцевать. Не сойти мне с этого места, сказал лоси. Начал плясать. Так, ох, ты ж артист, куплетист, а? Забывайся всё время, что тут надо сохраняться, что так можно несколько упростить своё выживание. ЗАБЫВАЮ! Так, ох, я ж там ещё повыбрасывал кучу всего, да? Да, было дело. Ты выбросил два вот этих. Ты зачем-то устойчиво, настойчиво-устойчиво сохраняешь себе. Так, фонарь нафиг не буду. Я его таскать больше. Чё ещё выкидал? А больше камень один выкинул, да? Да. Так, давай ещё поспим два часика. И пойдём к лосику. И вот как раз сахганимся давай, как агас. О, метель какая-то сраная началась. Ну чё-то сдаётся, если я такими темпами буду играть, тут нифига не 10 часов. Не, ну я не могу, мне надо как-то с лосями. Я люблю с лосями рамсить, так что... У меня, значит, больше часов игрового времени получится, чем 10. У меня, может, 15 получится, а может, 20. Да ну, вряд ли 20. Эпизод так долго проходить. Так, всё, ф-пятаемся. Ну, вон там лось уже меня зовёт. Так, ружьё же надо зарядить опять. Так, тогда ещё раз ф-пятнемся. Лось, ты не лагай, как в прошлый раз, пожалуйста. Слушай, а давай в него прямо вот отсюда постреляем. С крыльца. Да ты с крыльца в него хрен попадёшь. Не, ну почему хрен попадёшь? А если попадёшь? Ф-5. Сохранение. Где он? Вон он он. Так, для начала вот так. Пэу! Я не понял, недолёт, что ли, был или перелёт? Куда стрела летит? Ага, ранил! А он ко мне не побежит. А он ко мне не побежит. Ты ко мне не побежишь. Так, стрела у него в этой осталась. В лапе. В копыте. Так, я его с места согнал. Он теперь может чечётку мне не исполнить. Слушай, вот на это дерево можно влезть, если он, конечно, меня не затопчет до того момента, как я на него залезу. И, наверное, с дерева его можно поотстреливать. Вполне себе удобно. Где он? Ну, теперь нам осталось вот так увидеть, где он есть. Товарищ лось, вы где? А, вот он вы. Дорога какая-то. Ай, опять куда-то не туда попал. Да блин. Ну, ладно, в нём уже две стрелы. И обе в копытах, судя по всему. Копыта очень стройные. Лосяка, лосяка, лосяку куда-то гоню. Так, а кто там у нас? Там не ещё один лось. Слушай, а это, по-моему, тот самый лось, да? Здесь же эти машины, говорят. Он сюда убежал, на пруд. Или нет? Чё-то я не понял. А, по-моему, да. Я туда же вышел. То ли туда, то ли не туда. Я хрен просу, куда я вышел. Всё, минус лось. Так, очень хорошо. Не, там какие-то леса горелые. Это я куда-то не туда вышел. Не, это всё-таки другой лось. Но я пока карту что-то плохо понимаю. Раз стрела, два стрела, три стрела, да? Охуил, чё ж ты так какая-то стонешь-то, а? Ну чё, разожгём костёр? Давай костёр разожгём. Температура у нас тут минус семь. В принципе, не очень холодно. Не то. Так, ну, как тут около него костёр разжечь? Ты видишь, он как неудобно помер? Он помер где-то на гаре. То есть, вот тут костёр ближе не получится. Ну, шо я могу поделать? А давай порох. У нас пороха дофига. Ты как полыхнётром. All right. All right, думаешь, да? Ну, тебе виднее. Так, лосик. Мы с тебя берём для начала два куска мяска. А потом задание дадут заключённым мясо притащить. Сто пудов дадут. Вот поэтому так много тут лосей в округе. Скажут им 100 килограмм мяса принести. Я не знаю, я застрелюсь. Засадился в стрелу, застрелился в саду. Если скажут принести им 100 килограмм мяса, разделка тоже какого-то уровня более высокого, потому что ножом и руками... Ножом с самодельными руками одинаково. Если скажут им принести 100 килограмм мяса, я застрелюсь. До готовности 31. Давай ещё возьмём. Слушай, а давай мы тогда его всего разделаем и мясо тут бросим, всё. Чтоб я потом, если что, вдруг действительно... Вдруг действительно задание такое дурацкое дадут. Они могут, блин. Гена он может. Поэтому пусть хотя бы тогда мясо здесь валяется. Я тогда, если что, может, его найду. И, конечно, может это быть и не очень легко. Может быть, будет легко. Короче, надо мяско это разделать всё и бросить. Пусть оно тут будет. Тут действительно скажут, принеси нам 100 килограмм мяса. И где я им его? Радю. Радю. Так, час 13. Готовится лось. У нас есть час 13 времени. 6 килограмм за... За это время я могу отпилить. Так. Мясо предлагаю вообще оставить тут пока. Так, это кладём назад. Часть приготовим. Ну, я не знаю. Может быть, я и зря это делаю. Может быть, не будет тут никакой задачи принести кучу. Но я, короче, сколько-нибудь всё равно поснимаю. Ну, на всякий случай. Так, попить надо. Потому что хз, что тут будет в будущем. У меня хотя бы запясть... Да, блин, скажут мясо по-любому тащить. Ну, не может такого быть, чтобы не сказали. Скажут. Я уверен, скажут. Так что, чтобы я зря этого бедного лосяня не мучил. Понимаешь ли. Да? Давайте мы его залутаем. Слушай, я, по-моему, банки не забрал, которые ставил кипятиться. Да, по-моему, я банки не забрал, которые ставил кипятиться. Там в них, по-моему, осталась вода в этом убежище этого каменщика. Или как там его зовут? Короче, по 6 килограмм я могу срезать. Заразик. С этого прекрасного лося. Так. Ну, потерял я, конечно, тут много времени. Ну, это мне на будущее. Вдруг пригодится. Может быть, конечно... В костер только не надо заходить. Может, конечно, ни хрена вообще не пригодится. Ни на какое нахрен будущее. Может быть. Я не знаю, короче. Я буду добывать лося, пока есть такая возможность, мяско. Да, спать нам с тобой придется куда-то назад идти. О, красивый у нас, понимаешь ли, закатик намечается спать. Мы с тобой пойдем тудой в убежище каменщика. Ну, кофейку давай хряпнем. Я не знаю, может, конечно, он мне в будущем активно понадобится. Я готов сейчас с ним немножко попрощаться. Так, а шкура лося у нас 10 дней сохнет. Да, но мы ее все равно отнесем. А-а-а. Так, у меня дрова кончились. Мы ее все равно отнесем, положим. Так, ну что, давай еще разок. О, а тут как раз. Тут как раз все, да. Лося я разделал. По полной. Ну что ж, кишки, конечно, я брать не буду. Хотя эти гады могут сказать, подавай нам кишки. Могут? Конечно могут. Они вообще могут сказать все, что угодно, эти гады. Так, шкуру берем. И пиндюрим. Где там это убежище каменщика? Вот оно прямо по курсу. Вот и пиндюривает убежище каменщика прямо по курсу. Так, я шо? А я шо делаю? Я и пиндюрю. Прям по курсу в убежище каменщика. Так, олень, не пугайся. Так, тут какая-то дорожка. Че тут написано? Мины? Какие еще мины? Вы че? Че, серьезно что ли? Ватсон, Ватсон, ну-ка срочно заводите вас камаж. Ну-ка заводите ваш камаз. И в Министерство саперной промышленности отправляйтесь и узнать, и какого хрена здесь мины-то вообще стоят? Мины какие-то. Типа взрывали породу, чтобы золото искали? Какие мины-то? Мины какие-то. Так, убежище. Куда-то не туда пошел. А, вот оно, вижу. Да, нормально вообще. Ты примерно помнишь, где ты оставил мясо? Где-то вот тут я оставил. Примерно где-то тут. Слушай, а почему у меня карта не вся открыта? Потому что я еще не везде был. Вот всем Уилл Маккензи хорош. Ну вот этот вот его, вот этот вот... Это, конечно, заколебывает. Какие-то мины. Че за мины? Зачем мины? Ну ладно, мины так мины. Ну, допустим, мины. Так, шкуру на просушку бросаем лосячью. Вот она. 5 килограмм весит. Сохнуть она будет очень долго. 10 внутриигровых дней. Так, тут уже кроличина подходит. Так, что там по воде? Вода не питьевая. Но у меня, по-моему, есть таблетки, да? Да. Поэтому эту не питьевую воду сейчас все обработаем. Обработали. Так, очень хорошо. Гасим. Так. Банки. Ну, банки нам для бомб, тип, нужны. Спим. Ну, сейчас так же предварительно сохранюсь. Убирай ты нафиг свой этот. Вот так же предварительно сохранюсь. И если будет все хорошо, то с утреца проснемся. Как ни в чем не бывало. Как огуречек. Палка-палка, огуречек. Вот проснулся человечек. Ой, 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 метелька. Палка-палка, огуречек. Заморозился человечек. Вода кончилась за 12 часов в организме. А так, в общем и целом, все достаточно неплохо. Но мяско он жрет тоже, я гляжу так это. Хорошо жрет мяско. Ладно, оставляем все резы здесь. Если что, я потом сюда сбегаю, да? Что там сейчас? Утро слишком раннее, да? Не, нормальное утро. Все, пошли. А куда мы с тобой пойдем? Я не знаю, куда вы со мной пойдете. Можно сходить. Да, это что такое? Слухи черного камня. В регионе появился агрессивный волк. Да, агрессивного волка сгонять, что ли? И тут рядом припасы заодно. Ну, погнали. Погнали. Разберемся с агрессивным волком. Где этот агрессивный волк? Куда-то вот в ту сторону идти. Пойдем разберемся с агрессивным волчиком. А вот. Ну, там что, волк-волк? Ну, узнаем, что-что. Узнаем. Че-че-ничео. Пойдешь, узнаешь. Ватсон, ну-ка вперед меня на камазе. Узнай, что там про агрессивного волка. Гриппиновый волк. Пользуясь лучшим, хочу передать привет разработчикам игры Hinterland. В частности, Рафаэль Бандли Ропу. И сказать им большое спасибо за предоставленную мне возможность раньше положенного срока играть в эту прекрасную игру. Так, до агрессивного волка, конечно, далеко идти. Это по прямой так все выглядит просто. А как оно на самом деле будет, я хз. И хватит ли мне двух бомбочек для этого агрессивного волка? Я не знаю. Может хватит, может не хватит. Ага, ну короче, если бы так вот прямо пойти, то вот там вот лось валяется, да? То есть отсюда, в сторону вот этих елок рвануть. И там я наткнусь. Но правда, лося уже не будет, когда я пойду. Там будет только костер и мясо. Костер и мясо. День чудесный. Ну, лосей тут много. Ага, почему-то испужался. Ну, короче, ты заколебал, Уилл, вообще пыхтеть. Пыхтеть ты заколебал. Алендур рванул со всех ног алендурских. Опа-на, он за волка. Ой, за оленем, да? Ага. Он его сейчас будет жрать. Это волк белый? Да, белый волк. Меня испугался, убежал. Я хотел тебя, между прочим, отстрелить. А ты испугался. А ты ссыканул. Так, иду я пока примерно в правильном направлении. В сторону агрессивного волка. Это были следы агромной собаки. Ну, если появятся волки, то, наверное, давай мы их из ружья постреляем. Потому что из лука, если не убью, то будет лук-ан-лук. Они убегут с моей стрелой. И я ее вернуть не смогу. А из ружья, если как-то неудачно выстрелю, ну, потрачу просто патрон. Да и хрен с ним подумать. Что же мне? Проблема патрон про Е терял. Слушай, мне вот эта надпись не очень понравилась. Про мины. Какие мины? Или это не мины написано вообще? Что за мины-то еще? Какие-то мины. Мне только мин не хватало. Такой звук, как будто тут рядом. Или это там волки все засрали, и поэтому мины. Типа зам... Заметировано. В этом смысле мины? Не, ну это ладно. Это, конечно, неприятно. Это иногда даже унизительно, но хотя бы не смертельно. Так, вот тут есть проход с этой стороны? Да вроде какой-то подъем присутствует так с виду. Ну-ка, пошли, 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 пошли. Ай, да не, по-моему, тут не пройду. Маккензи, ну хватит вот этого. Ты заколебал уже. Заколебал ты вообще меня. Заколебал ты. Вообще тебе нужно отнести медикаменты, а ты хочешь какого-то агагресивного волка ищешь. Да ну медикаменты, скукота относить их. Это же скукота. Да, агагресивный волк, это намного... Чё, опять мины написано? Это намного интереснее, агагресивный волк. Мины. Не, по-моему, что-то другое означает. По-моему, это майн какой-то. Это не мины. Какие мины-то? При чём здесь мины-то? Может, я всё-таки найду рано или поздно эти мины? Так, где наш агагресивный волк? Так, чуть-чуть влевее заходить. А вот тут правее никаких пешер-то нету. Так, знаешь чё? Ф5. Да. Не забывай. Тем более он кто-то топает. Вот он он, мой красавец. Вот он, мой красавец, получил в бочину. Так, значит, я подошёл к какой-то ключевой точке, раз вот это вытьё началось. Да, вы, конечно, ребята, дохнете так. Так, 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 так. В общем, стаи лесных гавнюков, они охраняют какие-то ключевые места. Вот. Вот, и если ты его встретил, хотел прыгнуть, как в Каесе. Ага, ща прыгнешь ты. Ах ты кусанул, гад. Рваный рано. Так, всё, короче, я всех этих агрессивных волков перестрелял. Сильно он мне порвал одежду? Да вроде не сильно. Немножко жизни он мне, конечно, украл. Украл немножко моей жизни. Ну, ничего. Зато я себе на целую шубу волков настрелял. Если их всех обошкурить, то будет цельная шуба. А у меня вообще цельная шуба доступно делать? Да, доступно. Ну, чё? Шкурки ваши отдадите мне? Ну-ка, шкур давай сюда, шкур давай сюда. Холодно, блинский ёж. Один шкур. Ой, ну давай костёр разведём, в конце концов. Чё мы с тобой обламываемся? Костёр разведём. А я сколько, троих замачил, что ли? Или четверых? Да чё-то много я их тут пострелял. Ой, да ладно, там... Get filled. А мы порох тратим, нам не жалко. Мне вообще не жалко. Даже вполне неплохо. Мне вот интересно, ты жрать их можешь или нет? Меня вот чё интересует. А будем шубу себе шить? А, чё? Может быть, конечно, её по сюжету и дадут? Да мы матёрые выживальщики. А кто-то бегает рядом. О, сдох. Отлично. Ты прям хорошо вообще сделал, брат. Вот прям правильно сделал. Это вот это правильное решение. Вот это вот по-нашему, понимаешь? По агрессивному волчьему. Так, теперь давай чё-нибудь горячего хряпнем. Сколько кастер будет гореть? Ещё долго будет гореть. Давай чё-нибудь горячего хряпнем. И пойдём с того шкур снимать. Так, ну а чё? Да кофе самое то. Да, кофе самое то. Вот, мы её хряпаем. Можем взять факел, чтобы теплее было. Факл. Факл взять, чтобы теплее было. Так. Палчик положим пока. Факл возьмём. Так, где он помер? Так, это двое. Вон я там укокошил. Вот этот, по-моему, недавно пришёл. Помер, слажил с себя полномочия. Я, говорит, всё. Я всё, ребят. Ребят, как хотите, я всё. Так, отлично. Идём ещё, берём факл. Ну, четыре шкуры есть у меня. Правда, кишков маловато. Ну, кишки я сейчас могу вот с этого, которого подогреваю, забрать. С подогретого могу. Нет, тебе мало. Тебе ещё надо. Да, точно, ещё надо. Ну, могу с подогретого ещё с какого-нибудь взять. Ой, гаснет. А чё ты гаснешь? Уголь. Блин, уголь жалко на вас тратить. Жалко на вас тратить уголь. Давай просто туда кишочки дёрнем. Вот, тепло стало. А, отлично, тепло стало. Значит, давай с этого товарища тоже кишки возьмём. Вообще, тебе надо искать агрессивного волка. Ты тут кишки какие-то набираешь. Расслабленный ты какой-то дядь, Саша, персонаж. Я тебе так скажу. Шубу куть себе планируешь. Ну, во-первых, не какую-то, а волчью. Вот. Это первое. Второе. Ну, волки. Ну, агрессивные. Ну, а что ж мне теперь? Они меня пропустили. Я у них, так сказать, взял мандат. Они мне выдали мандат на проход дальше. О, пещера. Вот в этой пещере мы можем немножко покантоваться. Они что, меня в пещеру в это не пускали, что ли? Паразит. Вот прости. А, в этой пещере история про агрессивного волка. Такие страшные звуки такие. Что там? Волк сидит какой-то агрессивный. А прикинь... Ух ты. Нормально. Волк зашел пожрать. А тут сейчас мы его немножко обломаем. Не, волк. Все. Ой, зря стрелять начал. Дохни. Что, далеко убежал со стрелой моей, а? Паразит убежал. О, где-то сдох рядом, я слышал. Так, стрелу мне отдай. А, вот он он, да? Я не понял. А, стрела вон почему-то упала. Так, пещеру-то я так и не осмотрел. Ну, хоть далеко не убежал. Ну, я зачем-то в пещере стрелял. Да, я хотел в него попасть. Куда-то попал в результате не туда. Так, пещера-тупик. Ого. Пещера-тупик. Так. Ну, значит, дядя что-то мне расскажет. У него записька есть. Цель выполнен. В регионе появился агрессивный волк. То есть, он появился теперь? Вот это мне что-то не очень понравилось, что в регионе появился агрессивный волк. Ну, ладно, мы сейчас почитаем. Что-то мне вот это не понравилось. Так, говорят, что в регионе появился агрессивный волк. Слухи черного камня. Записки службы безопасности Списания необычной активности в районе Изучить слухи региона Черный Камень Упомянуты в различных записках Так, тут у нас что? Проверить Исследование поведения волков на острове Великого Медведя Страница с дневника с пятнами крови Ошибкой приезжать сюда Ошибкой, это наверное я считаю Ошибкой приезжать сюда Пробежуточный отчет Администрации Черного Камня Был неполным Это животное явно пережило Серьезную травму Или долго голодало, чтобы прыгать до такой степени Аберантное Так как еще раз Аберантное хищное поведение Я хочу предложить усыпить волка Чипировать и перевести в другое место Чтобы дать ему шанс на выживание Черный Камень позвал меня сюда из добрых побуждений Я должен дать им другой вариант, кроме убийства Это удивительное существо, достойное изучение Это необычное все Так, ну короче Миссию про агрессивного волка мы выполнили Теперь нам надо найти тайничок Тайничок Где-то тут неподалеку имеется тайничок Выжившего Выжравшего Так Надо выйти из пещеры И пойти куда не знаю Давай выйдем А не, давай сначала мы с тобой Ф5 Да Вот Теперь определимся с направлением Ну, куда-то туда О, ни хрена себе А что, твоя пещера медведь была, да? Сюда как-нибудь подняться можно? Ни хрена себе Сказал я себе Да не, здесь он меня загрызет Вовремя сохранился Не знаю, достанет он меня здесь или нет По-моему достанет Вот это подстава была сейчас А вот это сейчас была подстава Ну и где медведь-то? Я все равно сохранился А куда он делся-то? Что, убежал что ли? Ага, вон он он Так, ну тут если только на дерево Вот на это залезать Чтобы на него охотиться А, в принципе можно ее зануть Красный факел, да? Ну можно, конечно, да Так, а как мы здесь с тобой с ним разойдемся? А я не знаю А, то есть даже так Понятно То есть даже так Зря факел я израсходовал Мишка убежать решил Ох, Мишка, Мишка Где твоя сберкнижка? Ладно, факел просрали зря Ну что поделаешь Так, это что такое? Это ничего такое Нам куда-то в эту сторону Определенно двигаться Да Шамешка чуть подставу Мне не организовал Так, тайничок, тайничок Я так понимаю На ту сторону что ли По дереву переходить? Да ну не Ты что, ты не перейдешь По дереву на ту сторону Куда ты там переходить Соброс Тайничок где-то здесь Вероятно Ну да, где-то тут Если тут, конечно, опять Медведь не стоит Радостный Улыбается Прикинь, на роликах Такой стоит И улыбается Так, а где ж тайничок? Зря только факел, блин, запалил Эх, Мишка, Мишка А шо ж я зря-то факел Факал Так, ну где-то тут Ну где конкретно? А, вот он он Вот он он Горючка, огниво Шоколадка Патроны для револьвера Ну, я тебе скажу Так себе, на самом деле Запасики Так, что у нас Туда напрямую? А, ХЗ Пещера Тупик Нам надо с тобой Вернуться в пещеру Тупик И, наверное Можно Идти назад В тюрьму Слушай, куда же мне Шкуры положить Чтоб тебе Все шубы сшить, а? Это еще Медведь где-то должен Сейчас помереть будет Да, он где-то Должен будет Помереть Ну что, я пока Только два тайника Нашел Агрессивного волка Немного расследовал Расследовал Немного Агрессивного волка Не, я пока еще Не расследовал Что это за надпись Мины Давай пойдем по стрелке Давай поспим И пойдем по дороге Давай Очень интересно Что за мины Так, а вон волк А, это мои убитые Которых я пострелял Все, понял Все, понял Я думал, что волк живой Не, это убитые валяются Вот патрончиков у меня маловато Теперь, конечно Для Ружьишки Если надо Не отдохну Потеряю Погоди А, у нас же спальник с тобой есть Мы же спальник нашли Точно Я же спальник нашел Я думаю, как я здесь спать буду У тебя же спальник есть Да, все Я свободный человек У меня спальник есть У меня есть спальник Так, нафиг эту хрень отсюда Чтобы она мне мозг не выносила У меня же есть спальный мешочек Вот же он Какого он качества? Не очень у него качества Так, есть у нас Какая-нибудь одежда с тобой? Сказал он так небрежно Есть какая-нибудь одежда? Там волк лежит Будем с него мясо брать? Да, ну Не будем, наверное Так Что по одежде? Ням-ням-ням Ням-ням-ням-ням Порвать нечего Да Да Хоть спальник у тебя и есть А рвать-то нам нечего Не, ну в пещере-то нам Там точно будет тепло Нет, тут должно быть Не просто тепло Тут должно быть ООООЧЕНЬ тепло Значит пусть пока Шкуры здесь волчьи лежат Мы их с собой брать не будем Какой садится? Оно уже встает, солнце Ты чё, какой садится, брат? Ты чё плетёшь? Он встает, а не садится Вот тоже Сейчас сошью себе шуму, понимаешь ли, медвежью Сделаю себе какую-нибудь Сумку лосиную, приду в черный камень Они возьмут, все отберут, да? Да, вот это будет облом, если они все отберут Это мне прям что-то не очень нравится Ой, куда, 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 куда Часика 4 Так что даже не знаю Одежду тут они мне отбирать не будут Злоключенные Этот Мэтис и как там вот этот Гондонер, может быть, меня возьмет все И отберет, так, темно Ну что, пошли по дороге Сходим к надписи мины, да? Пойдем, пойдем Где-то Мишка должен валяться Немного при, то есть не при смерти А дохлый он должен валяться При каком-то при смерти, он все, он должен концы был отдать Концы, говорится, в воду Так, а если я вот по дороге еще пойду А, у меня эта часть карты как бы еще Не очень открыта Я ее как бы буду открывать Получается, что так, да? Ну, типа, то года Это я в каком сейчас направлении пойду? Ну, в новом Я же оттуда приходил, да А это новое направление А вон и Миша остыл Вон и Миша остывший С него тоже надо шкуру снять и отнести в пещеру Я, правда, не знаю, зачем она мне С него вообще и мясо надо снять С него вообще все надо снять Миш, ты не спишь? Не, не спит А, топором Холодно, блинский еж Потеплело, Миш, ты заметил, да? Заметил Какой ты замечающий Так, час сорок Ох, ох, ох Что ж так холодно-то, блинский еж Так Да придется нам, наверное, отложить эту тему Эту тему мясо-заготовительное придется отложить Ладно, шкуру возьмем Пошли греться в пещеру Шкуру-то все равно придется взять Шкуру, да, придется Ой-ой-ой, здоровье-то как тратится нехорошо, а? Александр Что-то там заигрально было, а лайки на какой-то И заиграем, запоем Типа новый саундтрек Это что, тревожная музыка? Типа у меня риск перехлаждения, все такое Ой, да ладно Что вы мне тут забиваете голову? Нам не страшен серый волк Я же хомяк, я же всем запасаюсь Что ж, я зря медведя стрелял Вот что, зря я его стрелял, что ли? Стрелял, значит, надо его по назначению как-то применить Сейчас поспим чутка, попрем дальше Не забыть только сохраниться А то как-то здоровья-то маловато Так, ну поспать нам надо с тобой часикой до к три Блин, там уже ночь будет Да, там уже будет ночь Риск перехлаждения вылечиться за это время? Вообще как бы должен Или давай останемся тут на ночь, не пойдем никуда Мы вообще спать можем бесконечно Единственная проблема у меня немножко маловато Водички в организме, но Так, что-то я запутался в своих наушниках Я их тут не отстягнул Не отстягнул ли я их? Не, не отстягнул Водички немножко мало у нас в организме, да? В серии я решил делать где-то полторачасовые Потому что если очень маленький делает То это слишком до хрена выйдет Поэтому я буду делать полторачасовые серии А уж вы там как хотите, друзья мои Если кому-то, конечно, всех это не устроит Кому-то устроит формат полуторачасовой Кому-то нет Ну вы уж простите, я под всех построить все равно не смогу Даже если буду очень хотеть, ма Так, ладно, поспим, здоровье прибавим Коль уж ты там так с медведя мясо отчаянно собрал Но я все боюсь, что мне потребует много мяса принести Ну ты тут уж смотри, и лося залутал И медведь залутал Уж куда больше-то Медведя, конечно, не всего Вот зачем ты, брат, с него шкуру взял, я не знаю А вдруг затребуют, скажут Ну-ка тащи сюда шкуру медведя Конечно могут затребовать, да Так, у нас с тобой ночка Ух ты, минус четыре, нифига себе А чё так? А чё так холодно? Ну давай поглядим, как мы это будем переживать Слушай, да Мне должно быть тепло в этом помещении Почему холодно-то стало? Минус три Минус четыре Опять холодно Что-то вы заколебали, а? Ну честное слово Ну чё такое, а? Ну у меня вроде нормальная одежда Почему мне не хватает? Почему мне не хватает, чтобы я это Как сказать, загрелся-то? Ладно, вот вам дрова Вот тебе ножик, вот тебе спички Ты чё так орёшь-то? Слышь, ты чё орать-то начал? Ты не хуже меня, блин Чё ты исполнять-то начал? Чё ты заорал? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля Ты давай это Чё он говорит? А, новый день наступает День наступает Ну наступает Интересно, а в мишку, если кинуть бомбу? Ну, мишке, наверное, тоже ни хрена не впечатлит Тоже, наверное, ни хрена мишку не впечатлит эта бомба Мишка тоже не впечатлительный чувачок Не, ну так-то ты, конечно, успеешь тут всё на свете себе Блин, надо спальник починить, он хреновенький Так-то ты, конечно, Шурик себе успеешь шишу бушить У тебя тут всё пересохнет Если ты так будешь не спешить Там начальник тюрьмы, Шурик, наверное, ласт уже клеит Ты понимаешь, да? Он там ласты свои Начальника тюремные клеит Я здесь ни при чём Костру 44 минуты Значит, мы ставим пол-литра и ложимся спать хоть на 4 часа По идее, костёр должен будет погаснуть И вода, по идее, должна будет не выкипать Но, если выкипит, то, значит, мы и спростимся Так, там метель Блин, я хотел гулять Я гулять хотел По дороге С облаками Ой, по-моему, мне гулять не получится Вода, конечно, вскипячёная Но гулять, по-моему, у Шурика сейчас не получится Поэтому Шурик сейчас ещё хрябнет немного Слушай, шоколадкой отраванусь, нет? У меня антибиотики есть, если чё? Или на этом уровне сложности нет отравления Надо ещё проверить мясо хищника Можно жрать или нет? Вроде как матёрый выжравший называется А вот можно жрать мясо или нет? Я не знаю Так, ну кролики у меня точно высохли Но там их только два Ну да, два Это мало Это мало Так, F5, не забываем Волчишку А они не сохнут здесь Понятно Знакомый баг Знакомый баг Так было с новыми пещерами Так было с новыми пещерами Точнее, так было, когда вышел пепельный каньон Был точно такой же баг Пещеры, в них ничего не сохло Знаешь, фиксить будут Что-то я с самого начала не поглядел Ай-яй-яй-яй-яй Они тут два дня лежали У меня и разрушались Не сохли Вот поэтому и холодно В этой пещере Всё понятно Всё понятно Ну что, ждём фиксов Да Пещеры багованные Холодные И в них ничего не сохнет Но это пофиксить скоро Слушай, как им это удаётся-то, а? Ну вы же знаете, ребят Ну вы же знаете, ребята Что у вас такая лажа бывает Ну что же вы не обращаете на это никакого внимания Или вы специально нам дали Иральный доступ Чтобы мы вам написали Что у вас пещеры Понимаешь ли, холодные Ребят, ну это ж можно было сразу Выяснить Ну всего-то надо было Зайти в ближайшее Ну вы же знаете У нас есть такой косяк Пещеры у нас бывают холодные И в них ничего не сохнет Ну блин, зашёл Сразу проверил Ааа, пещера не работает Пошёл, переделал Мне куда идти? Мне вон аж до убежища Каменщика пиндюрить Ну да, там по дороге Вроде дорога мимо убежища проходит Ну вы же, блин, знаете Вы же с этим уже сталкивались Ну чё вы Ну чё вы Интересно, я сейчас назад Когда пойду Там волки новые не появятся Понёс шкуры относить Да что делать? Ничего не поделаешь Ты видишь, ничего не сохнет Пещера, блин Ну теперь знаю Теперь понимаю Что пещеры тут пока ещё Не доделаны И просто когда Пепельный каньон вышел Тоже Начали сразу же стримить Играть Я помню В пещеру зашёл В ней холодно Ничего не сохнет Но мы-то поначалу Наивные люди Подумали, что Пепельный каньон Это такая жёсткая локация И сделали Так, что Мол, там Ничего не сохнет Там капец Там всё сложно Жёстко Хардкорно Не, это Оказывается Баг был такой Они такое не планировали Они потом Это пофиксили Сказали Ой, извините Ребят, мы Немножко Накосячили Не, понятное дело Что Никто и не думал Ну в частности Я-то точно Что Всё будет Зашибись И не будет Ни единого Бага Ну просто Это уже Известный Баг Ну можно Было Проверить Эту тему Так, а если По дороге Пойти Куда я приду А, как раз В тюрьму Слушай, ну Наверное Пойду я в тюрьму Что ли Сдаваться О, волк Тут у нас Опять бегает Пойду Что-то В тюрьму Так, ну Я пока Оставлю Всё в убежище Да, чтобы Если у меня Что-то Отобрали А я не знаю Меня ещё раз Выпустит Да я думаю Выпустит Да может Сам сбежит Но не будет Он всё время В тюрьме Сидеть Это же Скукота По-любому Должны Выпускать Но в любом Случа Я оставлю Всё здесь Не, я всё-таки Пойду по дороге Назад схожу Мне интересно Что там в конце Оставлю Эти грёбаные Шкуры И пойдём Получается По дороге Если идти То аккуратно Она должна По идее Дойти до тюрьмы Вот это По крайней мере Ну по крайней мере Так по карте Кажется А там Конечно Фига знает Так Вот оно Это убежище Этого Каменчика На самообеспечении Который Так Ну это хоть Сохнет Шкура высохла Кролича Да Шурик Лажа Произошла Я чё-то Как-то не ожидал Что так будет Я чё-то Как-то Булки подрослабил Даже не глянул Что не сохнет А оно Хринякс И не сохнет Оказывается А Вот же ж Ёж Вот Есть же Так Ну она 97% Ну высохнет Скорее всего Это на 28% Ладно Пусть сохнет Мне-то пофигу В принципе Ну выходим на дорогу Идём по дороге Да Угу Волков Не знаю Там чё будут Они на меня нападать Не будут Ну разберёмся Патронов маловато Ну ещё до конца пещеты Дороги сходим Куда-нибудь она уткнётся Может быть Это уже край карты Был рядом Я чуть-чуть не дошёл Пещера меня с толку сбила Нерабочая Ну Так или иначе Я желаю пройти Немного по дороге В ту сторону Хотя конечно Что-то мне подсказывает Что надо всё-таки В тюрьму идти По сюжету Двигаться будет Наверное побыстрее Но сейчас Сделаем небольшое Лирическое Эротическое Отступление Сходим По дороге Поглядим Что там происходит В её Конце Есть вообще Конечно Какое-то сильное Предположение Что край карты Где-то близко Я чуть-чуть не дошёл Но всё равно пойду Так А сколько у меня Патронов в моём ружье Три штуки Да Этого конечно Мне не хватит Если лесные братья У меня будут активно Брать То этого Мне не хватит Брать не хватит Ну а может там Как и по строке Ну хотя там Вон видишь Какие-то эти Торчат Горксагуры Всё равно Пошли Пойдёмте Видишь Как прекрасно бежит Ну как бежит А Какой запас стамины А чё Одёжи мало Какой тепловой бонус Да плюс 13 Ну тепловой бонус Плюс 13 Это конечно Ещё пока Слабовато Чё-то оторвало Сбросило Откуда оторвало А Я же Вот чё Меня туда так Влекёт Там Надпись мины Вот эта Вот Меня туда Влекёт Чё за мины Чёрт Чёрт Помереваться Чё за мины Так Здесь у нас Можно куда-то Отклониться Подняться Погоди Пещера Пещера Это другая пещера Не в которой я жил Да не По-моему В которой я жил Чё-то я туплю По-жёсткому Не Это другая Это кленовидная Та пещера Тупик А это Кленовидная Пещера Ну а в ней Сохнет Или не сохнет А у меня с собой Нет ничего Чтоб проверить Так Это кленовидная Пещера Вот она Слушай А почему Этот край Карты Чёрный Это пещера Тупик Потому что Мне по сюжету Он ещё не открылся Поэтому он чёрный Зря пошёл Ладно Будем знать Что здесь есть Кленовидная Пещера Вообще Такое ощущение Что там Конец пещеры Тёплый Должно Сохнуть Наверное Хотя Я не знаю Не Моя пещера Где-то на той стороне Была В которой я жил Правильно А она Это кленовидная Пещера Моя пещера Тупик А не Не дошёл я до неё Ещё чуть-чуть По-моему Она на той стороне Просто расположена Ладно Неважно Мне точно Идти в ту сторону К табличке К надписи Мины В общем Да Мне к минам Надо идти Так А чё там Так у меня А это вот Медведь укокошенный Да Не Это волки укокошенные Ага Да Вот они Волки начались Укокошенные Кленовидную пещеру Я почему-то проморгал А потому что я Вот медведь укокошенный Можно будет Чё-нибудь потом От кого-нибудь Отрезать И проверить Кленовидной пещере Сохнет или нет А чё отрезать Ну отрезать можно Кышки Да Кышки в основном Так Такое ощущение Что какое-то Небольшое движение По кругу происходит В сторону Таблички С надписью Мины Как будто Я двигаюсь По кругу Я повернул Да Да Я повернул Слушай Это действительно Край карты Это действительно Край карты Я повернул И иду Куда-то В другую сторону Ну ладно Пошли В любом случае Пошли по дороге В любом случае Пошли по дороге Так Вот тут Явно Что-то имеется Какой-то тут Такой заход Ответвление Нычка А погоди Я здесь По-моему Искал Это Да Я же здесь Искал Я же здесь Искал Этот Как его Парипас Нет Тогда мы туда Не пойдем Тут я уже был Тут ничего Нету Идем дальше По дороге Двигаемся Подороженьки Не жалея Своих Не жалеем Свои ноженьки Двигаемся О Наконец-то Знак Не мины Наконец-то Знак В котором Ничего не говорится Про мины Но говорится Про возможность Обвала Горных пород Ты туда не ходи Камень бочка Упадет Совсем мертвый Будешь Примерно Это Говорит Данный знак А прикинь Сейчас Если здесь Тупика Нет прохода Ну Очень даже Похоже О Погоди А это еще один волк Тараненный что ли А Еще один Смотри Волк убежал И здесь ласт Свои склеил О Остатки Железной дороги О Но Как это но А мы хотим идти Нам не нравится но Так А это куда идет Тут же где-то Переход Другую локацию Должен быть Так 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 Вот походу На переход Другую локацию Хотя не знаю Ну здесь Завал Тупик Не пройти Все Ладно Кстати Не знаю Вроде как Консоль Устанавливается Но еще не пробовал Не летал по карте Ничего не глядел Почему А не хочу себе портить Пока ощущение Хочу поиграть Чтобы мне интересно было Но Треспасинг Я конечно Очень плохо знаю Вот этот язык На котором про треспасинг Написано Но у меня есть подозрение Что тут написано Что мне туда соваться Не надо Мне кажется Примерно это здесь написано Типа Не суйся Но мы же конечно Суемся Отголоски Пепельного каньона Ну вот поэтому и пещеры Здесь в которых Мулов мост Кстати Надо сохраниться F5 Ну я вроде не мул А по мулову По мулову мосту иду Ну пошли по мулову мосту Потому что мулов так мулов В общем короче По локации не летал Не знаю Будет ли работать Консоль Так там вроде С виду она установилась На F1 открывается Так Опа на Что опять какая-то Золотая шахта что ли Внутри Спасинг Да Похоже на золотую шахту Там тоже такое устройство Для промывки стоит Мозгов Ну и для промывки Это породы Да 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 Это Это Рудомойка какая-то Я пришел к какой-то Рудомойке Так This is Рудомойка Хорошо А вот и вход в шахту Последний Участок Последний участок Повязка Леска Последний участок Хм Ну Последний участок Так Последний участок Последний участок Какая-то Рудомойка Последний участок Сортир А по-моему Вижу этот Как его Лежит Гвоздодер Ты меня называла Гвоздодер Потому И не пара Так Ну что Что-то новенькое Рудомойка Откуда Откуда же Они сюда Воду Подавали Какая-то Труба Серьезный Насос Должен быть Интересно Шахта Активна Или нет Или Ух ты Ведерк На такой Серьезной Цепи Такая Маленькая Ведерка Висит Не Ну вы Серьезно Что ли Ребят Да вы Чего Цепище Такая И ведерко Такое Жалкое Ватсон Фотографируйте Так Ну что Гвоздодер Машина в багажник Сортир закрыт Прострелите Вдруг там кто-нибудь прячется Как в КСГ Там есть карта Где можно прятаться В сортирах Так Уголь Каушен Ну я понял Не лезь туда К шахте Думаю мне не туда Ага В шахту Меня не пустили Понятно Говорит Хрен тебе А не шахта То есть мне туда рано Меня туда типа по заданию отправят Понимаю По лестнице не подняться Так Знать шурик Надо все таки нам с тобой Начинать двигаться по заданию Ты не забывай Это сюжет И тут не вовсюду Можно зайти По одному твоему хотенью Тут Кое куда Можно пойти Только по заданию Это же не выживание Ну ладно Все Тут же написано Написано Что внутри спасен Коты пошел Те же написали Русским языком На английских буквах На три спасен А ты пошел Ты говоришь Нет Все равно три спасен А они тебе говорят Но три спасен А ты говоришь Три спасен Ну короче все Все пошли к зэкам Шкуры я в надежное место сложил Если что Они у меня их не отберут Они у меня могут отобрать ружье Там и все такое Ну и хрен с ним Пусть отбирает Зато шкурки У меня Надежно Вообще по идее Должны отобрать Так слушай Это я шел 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 И пришел сюда Вот куда эта дорога ведет А в шахту Меня не пустили Блин Печально Что не пустили В шахту Так Теперь как-то надо Пещера Тупик Последний участок А мне аж вон Куда пиндюрить Бежище каменщика Ладно Пошли А ничего Что ты вот так вот Горами пошел Да пофигу Надо было У пещеры то Сохраниться Ну да Надо было Сейчас спущусь Сохранюсь Сейчас куда-нибудь Спущусь Здесь земелька Подвержа будет Одежка у меня Конечно пока Беспонтовенькая Будем проверять Другую пещеру Как она там называется Сохнет Ничего или не сохнет Да я даже не знаю Да смысл Какой Ну допустим Там сохнет Что это меняет Да ничего это не меняет В принципе В принципе Так уж радикально Ничего не меняет Со временем Они все должны Пещеры пофиксить Я так подозреваю Чтобы везде Все сохло Но побежали До убежища В этого каменщика Там отоспимся И побежим Уже дальше Глядишь Может это Кроликов там Набью Да там вроде Кролики живут Че вздыхаешь Уилл Зато мы с тобой Последний участок нашли Да Но нам сказали Нам туда рано С тобой Видишь Хоть замочек Там и белый А не красный Но мы туда Не имеем права Пока идти Нечего нам Там с тобой ловить Видно Позже скажут Принеси динамит Нам из шахты Я пойду За динамитом В шахту тогда Ну или не знаю Зачем меня в шахту Пошлют Ну за какой-нибудь Хренью пошлют За какую-нибудь Хренью пошлют И мы за какой-нибудь Хренью пойдем Короче Пошли полтора часа Отведенные на запись Моей серии Закончить Ну ладно Сейчас придем Значит поспим И хорен Тогда в следующей серии Продолжим Видишь Вторая серия У меня какая-то Бестолковая получилась Ну как бестолковая Я локацию пытался изучать Насколько это возможно Не такая уж и бестолковая Немножко Немножко изучил Конечно Множко еще не понял Так это вот пещера по-моему Какая Кленовидная Которая Ну я туда не пойду Так это кленовидная Да А можно себе еще стрел Будет сделать У убежища У меня же там освободилась Пара наконечников Или один наконечник Да точно Стрел можно обновить Правда лук 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 Плывет Лук 72% Он со временем Конечно Крякнется Наконечник У меня пока только один Можно вот эту стрелу поломать И сделать новую Да я наверное так и сделаю Ну чтобы она была Поцелее Поновее Поэффективней Хотя конечно Даже стрела Которая ломается Может поломаться И устроить ваншот Даже минвидю и ласю Может устроить Так что Качество стрелы Здесь Не актуально У меня всякие Казусы И не только казусы И явления Со стрелами Происходили Уил ты заколебал Вздыхать Так где-то тут Лось был Там мяска подобрать Если я не все унес А то не знаю Как насчет Принеси на мясо Так Олень От которого я отогнал А лось была Вот тут Да О давай с оленя Тоже Куру заберем Ну в принципе Давай Да Давай Заберем И бросим Там Не знаю Правда зачем Но вдруг Скажут Принеси нам Оленью шкуру Ну действительно Скажут Принеси нам Оленью шкуру А где я им Возьму Оленью шкуру У меня допустим Нет оленьей шкуры А они скажут Придж Они скажут А ну-ка принеси Паразит Такую оленью шкуру А я скажу У меня нет Оленью шкуру Так ты одно и то же Сказал уже Несколько раз Ну а если так вот будет То что мне делать Оленьяка Вот это да Вот это я понимаю Оленьяка Ну дай мне прям Жалко тебя оставлять Дай я хоть топором С тебя немножко срублю Там он устал Уже правда у меня Жадность фраера Губит А че он так долго пропадает А ну ты же его не трогал Его волк грызанул Ты его бросил Так все Перевес Ель ползу Интересно А как быстро Здесь лось обновляется Сейчас возможно Ты узнаешь Ответ Так тихо 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 Ф5 Да 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 Не хотелось бы Узнать ответ на этот вопрос Так ты не забывай Сохраняться Здесь другой формат Это выживание То есть это не выживание Это сюжет Да я в сюжет вообще мало играю Я как то Не очень прям уж так люблю Вот сейчас мне интересно Играть Потому что локации новые Я изучаю Мне интересно конечно Сильно интересно Хоть еще пока Этой локации нет В выживании Но тем не менее Выживание Она же будет похожа На то что сейчас здесь Ну предположительно да То мне конечно интересно Поглядеть на новую локацию Пусть пока ее нельзя Пощупать в выживании Но ладно Пощупаем ее в сюжете Тоже нормально Так Лесные у меня Эти черти Короче Там что-то начали бузить А я пока облюбовал Вот это вот убежище Каменщика Я прям его облюбовал А что здесь Верстачок Все дела Печечка Подстилочка Кстати да У меня спальничек плохой Чем-то мне его надо Подчинить Где-то мне надо Ткани нарвать Где-то надо Ткани нарвать Ты видишь На бомбы Ткани нужны Ладно Я еще не все тайники Нашел Где-то должна быть Сигналка Пистолетная Много сигналок Я уже нашел Ну на сигналку Скорее всего Задание дадут А может в одном из тайники Попадет с этого Сбежавшего Выжившего Может быть в одном из тайники Сбежавшего Выжившего Есть сигналка Не ну а что Домик так Ничего Красивый С причальщиком Такой все дела Хороший такой Домик лесной Озерный Я бы даже сказал Озерно-лесной Нормальный такой Озерно-лесной домик Давайте Ватсон Мы его так вот Сфотографируем На память Пошли заканчивать Сегодняшнюю серию Ну я уже Три часа геймплея Примерно наиграл Но мне кажется Эпизод я прошел Пока очень мало Хотя посмотрим Хотя посмотрим Может быть и немало Так Сбрасываем Мы сюда Что мы сбрасываем Шакуру Шкурву Сюда Вот эта дверь Конечно в полу Меня она прям радует Меня прям радует Вот эта дверь Половая вот эта дверь Да не Оленчик как мы видим Под износился Хреновенький он Да Так Тут на какие-то текстуры Я натыкаюсь Я Он как-то Не желает идти Ну что Сохраняемся Спим 11 часов Не знаю Тепло Не тепло Будет Понятия не имею Сейчас то Блинский еж Плюс 8 Ну а что будет потом Мы Понятия Не Не имеем Так Давай Туил Извздыхался Весь Весь Понимаешь Извздыхался Метель Какая У Какая Метелища Да и Пофиг бы на неё. Да я согласен. Пофиг бы, конечно. Значит, к верстаку на улицу сейчас выйти не получится. Ну, по-моему, да. Значит, тогда давай вот эту вот прекрасную поломаем. Слушай, а заметил, да, что пока, точнее, заметили, что берёз-то я особо никаких не встречал. Не было у меня, так сказать, берёз. Да. Холодно, что ли? Минус 10. Слушай, ну, должно потеплеть. Давай пока подождём, поглядим. Минус 6. Минус 5. Чё, не хочешь-то теплеть? Минус 4. Ну, ладно, чё, нам жалко, что ли, костёр развести? Да не, нам не жалко. Ну, просто на ровном месте какое-то похолодание началось. Дрова-то есть? Палок набрал. Ну, тогда, коль запалил, давай уж и про горькую оленину готовить. Ну, давай, чё ж. Ну, часик спим. Пока там про горькое оленина готовится. Метель какая, серьёзно, а? Всё-таки одежда пока дрящёвская, прохладно. Вот, блин, надо было кроликов глянуть. Может, тут можно как-то кроликов долбануть. Попахивающая оленина. Так, два часа. Ну, погода так себе для дальнейших времяпрепровождений. Поэтому продолжаем готовить про горькую оленину. Не, мне, конечно, будет... Интересно, она здесь сушится вообще, эта шкура. А чё ты её дёрнул? Да и пусть он там лежит, она тебе нужна сто лет. У верстака мне будет тепло, но там надо туда раздеваться, потому что там же... Эта, как его? А одежда портится будет. Так. Ну, мясо я с собой точно не потащу всё. А то у меня его там отберут ещё. Оставим его здесь. А то вдруг скажут, а давай всё, что принёс. И мне придётся отдать всё, что принёс. Вот стрелы мы сейчас с тобой сделаем. Две штуки. Поспим, сохранимся. И на этом сервисе сегодняшнюю точнее, не сегодняшнюю. Я, наверное, ещё сейчас одну серию сниму. Но просто энту серию мы закончим. Так. На печка между делом погасла. Ну, их хрен, как говорится, с ней. Ну, в общем, сейчас в турму по дороге пойдём. Я так думаю, что вот по этой дороге я в тюрьму должен прийти. Ну, или куда-то очень близко должен прийти. Вот, смотри. Я выхожу на дорогу и, по идее, тут где-то мост должен быть. По идее, приду. Или не приду. Ну, тут дорога же рядом идёт. Она вот на карте-то не отображена. Да. Тут только рельеф отображён. Ферма повара. Вот ещё два тайничка. Так. А это что? Последний участок. Пещера Тупик. Ферма повара. Пока мало места тут какая-то пещера. Пока мало места я, конечно, нашёл. Пещера какая? А, Кати. Это, по-моему, пещера Кати. А где пещера Кати была? Уже не помню, но где-то была пещера Кати. Так, значит, F5. И на этом я с вами прощаюсь. Проведение пропоручаю я вас, дети мои, и заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. О! Кроликов надо настрелять. Спасибо, кончено.